Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Это очередная серия Skyrim обзоры модов. И первый мод, так сказать, на повестке дня, это у нас стена. Стена, которая говорит, в принципе, сама за себя. Мы находимся у поместья Херим Холл. Для тех, кто не в курсе, поместье добавляется дополнением Hedge Fire. То есть мы строим свой дом. Теперь у нас еще появилась возможность, во-первых, огородить его, то есть поставить стену. И еще несколько полезных мелочей, такие как кузница, расширенный огород, расширенный подвал и прочее, прочее, прочее. Чтобы активировать этот мод, достаточно, ну, заиметь дом, полностью его построить, разумеется. И где-то рядом у вас с таким вот чертежным столом будет стойка, что ли, с припасами. Вы ее активируете, появится вот такая вот фальш-панель. Фальш-панель будет с кнопками. Понажимаете все кнопки, и тогда у вас появятся вот столбы. Это подстроительный навес. Вот там под охотничий домик. Вот тут заделы под охранную башню, под стену и под прочее. Сейчас вам попробую показать, что же у нас получится в итоге. Все так же на верстаке, только теперь в разделе «Разное» у нас открываются новые возможности. Как вы видите, это строительный навес, это охотничий домик, это навес для кузницы, дом для стражи, простой дом, то есть это увеличение нашего дома и амбар. А теперь как это все происходит. Вы на станке создаете там, допустим, крышу, навес или стену, подходите к определенным вот таким вот столбам и устанавливаете, собственно, свою же стену. Сторожевой башни у меня, к сожалению, пока еще нет. Так, у вас нет нужного предмета, поэтому я иду опять же собирать новые стены. То есть они у вас, получается, помещаются в инвентарь и каким-то магическим образом вы их преобразуете в стены. Вот. В стены, которые будут окружать, например, ваш дом. Глины больше нет. Печально. Нужно будет либо добыть, либо начитерить. И тогда я включусь уже, когда завершу, так сказать, свое супертворение. Что ж, мы продолжаем. В принципе, я построил все, что мне разрешал этот мод. И начну я, пожалуй, с менее каких-то больших дополнений, которые дает именно этот мод. Это расширение подвалок. Видите, косметически он немножко поменялся, стал больше. И в нем появились вот такие вот картиночки. Забавные, интересные. С различными мечами. Тут луками, броней. Видами вообще. Вот даггеры. Красивые довольно-таки. Это все добавляет некий шарм этому месту. Плюс, наконец-то, появился уплавильный дымоход. Правда, он почему-то, ладно, залепленный, но насрать. В принципе, не продуман. Но и пофиг. Можно это все, если что, убрать в специальной программе. Теперь же перейдем к дому. Я не думаю, что в доме что-то значительно поменялось. Визуально, по-моему, вроде бы, подчеркиваю, ничего не изменилось. Ну вот, кроме, например, мастерской зачарователя. Хотя, мне кажется, что все тут так и было, просто я не обращал внимания. Все же остальное, по-прежнему, такое же, как и было. Что ж, выходим на улицу, проведем небольшую экскурсию. Итак, мы находимся на втором этаже. Как видите, вокруг дома появилась стена. Что ж, начнем, пожалуй, от главных ворот. Вот так у нас теперь выглядят главные ворота. Такие массивные, хорошие врата. Вот это у нас домик стражи. Сюда, скорее всего, можно будет поместить стражу, охранников каких-то или наемников. Но я пока об этом не думал. И надо будет еще почитать в моде, возможно ли это вообще. Тут, соответственно, имеются комнаты для вашей стражи. И довольно-таки много всякого различного оружия. Так что ж, идем дальше. Это у нас стойло, которое было в стандартной версии дополнения Hedgefire. По периметру нашего, так сказать, дома, точнее, по периметру стен, теперь стоят несколько стражевых вышек. Их четыре, если я не ошибаюсь. И четыре, также, разумеется, и ворот. Одни большие, главные, и три дополнительные. Тут есть манекены. Тут есть еще один огород, довольно-таки большой. Несмотря на то, что у нас и тут... А, тут у нас теперь будет живность, а тут у нас теперь будет отдельный огород. Все понятно. Это у нас здание амбара. Как видите, такая вот коморочка, в которой у нас хранятся всякие овощи, которые мы, можно сказать, вырастили на нашем огороде. Стена тянется по всему периметру, довольно-таки хорошая стена, плотная. Плотно прилегает, видите, к скале. И обеспечивает хорошую защиту. То есть, если раньше у нас было просто какое-то поместье посреди леса, точнее, посреди пустыни, то теперь у нас уже такой знатный хутор. Это дом. Дом для гостей. Или для вашего спутника. Возможно, для вашего... Как это называется? Хускарла, что ли? Который заведует этим поместьем. А хотя, возможно, и для ваших спутников. Толком я еще не разобрался, но вот такое вот здание имеется. После чего мы видим охотничий домик. Тут лежат стрелы. Стрелы мы заберем. И различные трофеи охоты. Как волчьи шкуры или, например, фазаны и кролики. Забавное такое местечко. Довольно интересно. Есть еще один выход. Еще одни врата. Хорошо, что автор этого мода сделал несколько выходов, кроме главного. Потому что нужно как-то выходить еще за ресурсами, которые у нас здесь неподалеку. Вот это навес для кузницы. К сожалению, тут самой кузницы нету. Но, я думаю, для плавильника неплохо. И, соответственно, последний навес. Это навес для строительства. То есть, каких-то стройматериалов. Или, допустим, для верстака, чертежного стола и прочих-прочих-прочих. Поставить мы больше ничего не можем, да? И по моду я, по-моему, построил все. Да, врата, стена и сторожевой пост. Все, значит, с этим покончено. Вот такой вот мод. Сейчас я вам покажу еще, как это все дело выглядит сверху. Вот как-то так теперь наше поместье выглядит сверху. Я повторюсь, это поместье Херим Холл. Какая стена и, возможно, какая форма будет у этих стен и в пристроек, на других домах. Этого я не знаю. Потому что, во-первых, это мой любимый дом. И усовершенствовать, так сказать, обнести его стеной решил только этот. Вот так вот у нас выглядит теперь Херим Холл. Довольно-таки интересный мод. Мод хорошо сделанный. Довольно качественно. Что странно для мода в последнее время. Что ж, переходим к следующему. Так, второй мод. Это Dance of Death. Это мод, добавляющий шанс вашего добивания. То есть, он больше по фану, но и, в принципе, добавляет больше, что ли, динамичность из Херима. У него есть настройки в MSM меню. И это довольно-таки удобно. К сожалению, они на английской, но тут ничего сложного нет. То есть, тут можно использовать перки в привязку к этим перкам или не использовать в привязку к этим перкам. Плюс тут как будут отображаться от первого лица, от третьего лица не будут отображаться вообще. Или рандом. И вот сам, как говорится, шанс. Я вытягиваю до соточки. И тут до соточки. Также дополнительное это статичные киллы. Ну, то есть, это все по вашему, так сказать, усмотрению. Что ли, сегодня моим ассистентом будет солдат-братьев Бури. Когда человек подходит... Давай-ка, я сохранюсь, товарищ. Ну, допустим, как-то так. Хотя даже... Жалко как-то его, знаете. Сейчас попробуем его воскресить. Ну, что, товарищи, дубль два. Ну, вот, как вы видите, добивание вполне себе неплохо работает. Теперь давайте-ка возьмем, пожалуй, одноручное оружие. Ну, вот, то, что покрепче будет. Великолепный удар. По-моему. Вставай, мы еще не закончили. Ну, вот, как вы видите, можно так издеваться, ходить на полном, в принципе, серьезе. Так, ты... Ты испытываешь свою удачу. Вот его даже... Даже заглючил. Ты сейчас он не сможешь зачаровать мой меч? Я? Лесе такое тухое, что и масло не разликнет. Я смогу, товарищ. Ты мне, кстати, подгончик сделал неплохой. Сейчас покажу вам добивание при помощи, ну, допустим, даггера и двуручника. Почему бы и нет? Так, давай сюда даггер. Прекрати! Я весьма уважаю школу в остатке. Проклятие! На твою голову! Да, с таким уроном я, конечно, тебя буду долго убивать. Ну, давай же, падай, ну. Дурака кусок. Вот скотина. Даже... Даже и на добивание не поддался. Сволочь. Я на твоей стороне! Что ты делаешь? Кстати, давайте-ка я сниму к чертовой матери мою кольчугу, потому что она его... Она его убьет. Именно моя кольчуга его убьет. Это пустяк! М-м-м. Тебе придется поднапрячься! Ты только не падай, слышишь? Ну, подходи! Ну, че ты такой конченый? Я тебя уже в спартанском стиле убиваю. А ты все еще ломаешься. Ну вот, как вы видите, вот так вот происходят добивания. В принципе, тут-то и есть чему повеселиться, как пофаниться. Довольно-таки забавно это все происходит, когда ваши шансы на добивание возрастают. И согласитесь, когда это все действительно происходит, вы получаете огромное удовольствие от вот такого вот уничтожения просто ваших врагов. Тут еще можно пошариться в настройках, допустим, убрать шанс отрезания головы и оставить просто. Давайте вот это вот уберем по полной. Ну, даже не по полной, вот это на 20% оставим. Вот. Проснись и пой. Ну вот, например, вот такое еще забавное есть добивание. Почему бы и нет, да? Вот, в принципе, товарищ у нас будет теперь умирать красиво. Только жалко, что вот не вся анимация проигрывается так, как нужно. Ну и, черт бы с ним, это по крайней мере забава. Вот такое дополнение стоит действительно ваше внимание, если вы любите устраивать заварухи в городах, да и просто, в принципе, играть с ним становится действительно весело. Давайте я вам покажу еще одно добивание, только теперь со щитом еще. Товарищ, подъем! Твоя работа еще не закончена. добивание переключилось от первого лица. Тут же мы тебе просто голову размажим. Я хочу увидеть добивание со щитом, ну что такое? куда-то упал. Бедняжка. В принципе, вот такой вот мод, как для пофаница очень даже, очень даже ничего. На самом деле, очень даже. Что ж, переходим к следующему. И последний же мод на сегодня это мод, который разрешает нам носить по два меча. Вот допустим, что они будут именно обои отображаться. Пардон, Дуал Стрэндж Дюплекс. Нет, редукс. Редукс. Это мод, который позволяет нам более реалистично в Скайриме носить оружие. Сейчас немножко переодену своего персонажа, чтобы это было более заметно. Как вы видите, теперь отображается и меч, и вот допустим нож, и колчан у нас привязан на поясе. Причем он привязан довольно туго к телу, а не висит просто так. Тут есть куча-куча различных видов, как можно носить именно оружие. Но я выбрал почему-то именно вот этот, потому что не знаю. Просто мне это подходит. Допустим, два меча отображаются, так как я играю за дуала, который наносит бешеный дамаг за короткое время, используя два меча, то мне подходит именно такое. Есть еще варианты с ношением мечей и кинжалов на спине. Допустим, когда мечи на спине, а кинжалы привязаны на поясе накрест. То есть, тоже довольно-таки интересный мод, который только одно печально не изменяет ношение луков, потому что луки это тоже больная тема, но по-прежнему они держатся магией. Спишем это на магии, почему бы и нет. В принципе, мне подходит, мне нравится этот мод, я его использую и в нем также есть настройки в MSM-меню. Сейчас я вам постараюсь их показать. То есть, либо мы можем настроить, точнее, что щиты будут носиться за спиной у игрока и у неписей. Также мы можем настроить это касательно посохов. То есть, я посохами не пользуюсь, а неписи будут отображаться на спине с посохом. Сейчас я покажу, как это все дело выглядит. Вот, как вы видите, я одел дейдерический щит и пока оружие у нас, как говорится, в ножнах, щит у нас будет на спине. Я не знаю, как это все будет сочетаться. Вот, если я сейчас надену рюкзак. Да, как вы видите, это херово сочетается, но если не пользоваться модом Frostfall или просто не одевать рюкзак, то это все довольно неплохо выглядит. Ну, а пока как-то так. Естественно, в настройках это все можно выключить. Что я, собственно, и делаю для себя, для своего персонажа, потому что это удобно. и потому что я, в принципе, пользуюсь вот таким вот своим прикидом. Походный стиль, это, в принципе, по мне. Ну, в неписи будут отображаться щиты, например, как стража, она будет носить все свои щиты на спине. Что ж, мы рассмотрели сегодня три мода. это первый мод стена, волн по-английски, который добавляет стену для ваших поместьев. Стену, охотничий домик, дом для стражи, и несколько накрытий там для стройматериалов, и для столов для крафта, что-то такое. Немножко еще расширяют, в принципе, ваш погреб, и, возможно, немножко меняют, видоизменяют дом. Вот и, в принципе, все. Второй мод это Dance of Death, который позволяет вам увеличивать или уменьшать ваши шансы на добивание, то есть, на критические эффекты, которые будут иметь визуальное сопровождение. И третий мод, который разрешает нам таскать как щиты на спине, так и будут отображаться мечи и ножики, если вы, естественно, пользуетесь двуручным оружием. Вот такие вот моды, последние, чисто для реализма, никаких положительных или отрицательных эффектов он не несет. Первый же просто для вашего удобства, потому что мод действительно хороший, действительно качественный. А Dance of Death это все только для фана. Что ж, с вами был Марс, всем спасибо за просмотр, до новых видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok